В райисполкоме состоялась встреча председателя Олега Таргонского с футбольным клубом «Слоним-2017». Хотя сезон закончен, на встрече не шел детальный анализ выступления команды. Руководитель района инициировал встречу, чтобы высказать свое мнение игроками-тренером. Видимо, не все останутся в команде в следующем сезоне. Выступая перед футболистами, Олег Таргонский рассказал о выполнении обязательств районной власти. К слову, все финансовые вопросы закрыты. «Слоними» любят футбол и власть, и руководители предприятий, и болельщики. «Слонимский стадион» – самый посещаемый в первой лиге. Олег Таргонский однозначно высказался против инсинуаций в некоторых СМИ о том, что якобы районная власть препятствовала выходу команды в высшую лигу. «Появилась информация о том, что якобы исполком в свое время, по итогам первого круга, поставил заслон для того, чтобы какие-то определенные действия, для того, чтобы команда ни в коем случае не вышла в высшую лигу. Уважаемые друзья, вы все свидетели. Мы с вами практически все вы были. Я только не помню, Козел был, не был, тогда, когда мы встречались по итогам первого круга, когда мы с вами разговаривали, беседовали. Этот вопрос затравился. И мы тогда проговаривали, что если сложится так, что мы выйдем в высшую лигу, исполком будет сделано все для того, чтобы финансирование команды было». И поверьте, это были не пустые слова. Я даю себе отчет, что это какие-то денежные средства, но учитывая о том, как относятся к нашему городу, в нашем городе к футболу, однозначно это было бы сделано. Поэтому какие-то измышления, где-то отдельных, подчеркиваю, средств массовых информаций, в том числе и в Советской Беларуси недавно появилась, статья Буфайна на прошлой неделе, абсолютно не соответствует действительности. Я это заявляю с полной ответственностью. Более того, как-то так, между строк можно было прочитать, что чуть ли не исполком разорвал отношения в свое время с Вячеславом Максимовичем, царюком, ну потому что вот команда хотела высшую лигу, царюк к этому, команду вел, ну а тут плохой исполком этого не дает. Уважаемые друзья, если у вас такая информация есть, кто-то где-то, позвольте себе хоть намеком, отстаньте сегодня все средства массовой информации здесь, районной. Это будет в интернете. Если где-то было, вы скажите. Но я более чем уверен, что, уверен, за моей спиной никто такой не мог просто заниматься этим, ибо это чревато. Чревато люди ставили должность. Это я вам, опять же, ответственно говорю. Поэтому это тоже, я считаю, сегодня необходимо сказать. Не надо, я обращаюсь ко всем, что с массовой информацией не надо, надо все показывать объективно. Есть это проблемы? Ну, давайте будем обсуждать, давайте решать. Но начинать заниматься измышлением и какими-то намеками это не надо. Руководство клуба, капитан команды, высказали свое видение улучшения игры. Во-первых, нужна база. Мы с тренерским штабом выезжали на развлекательный комплекс Абертина, картонно-бумажного завода, посмотрели это здание. Оно полностью пригодное, пригодное для, будем говорить, футбольного клуба. Как дальше получится у нас что-то сделать, чтобы мы могли им пользоваться, с Антоником я разговаривал, но до конца разговор, будем говорить, не завершен. Но там все сохранилось в нормальном состоянии и проживании. Можно организовать питание, пользоваться стадионом, тем же самым Арбельсин. Пользоваться все находится на месте, будем говорить. По транспорту я вчера ездил к директору автобусного парка, посмотрел автобус, что мы видели разговор, что возможно он будет до конца года передан клубу без возмезд. Еще немаловажная проблема у нас возникла в ходе чемпионата. Короткая у нас скамейка. 20 человек в штатном расписании, вот разговаривала, приезжала команда лидов, у них 26 в штатном расписании человек. 26. Были игры, особенно начало второго труда, после конец первого, начало второго, когда не было кого выставлять. Короткая скамейка. Было 6-7 травмированных игроков. 6-7 травмированных игроков. Те задачи, которые вы ставили, я подтверждаю, что действительно был разговор о том, что нам нужна команда высшей лиги, но мы туда должны пойти не на один год, а действительно, чтобы мы оставались там определенный период времени как можно дольше. А для этого нужно собрать команду, собрать боеспособный коллектив, который может эту поставленную задачу решить. Да, я для себя, идя на этот пост, ставил для себя задачу, прежде всего, ознакомиться с футболистами, какой потенциал есть у каждого. Хотя я следил по началу сезона за многими командами, за Слоневым то же самое. И мне, в принципе, команда понравилась. И когда я пришел сюда, в коллектив, я увидел, что действительно многие ребята могут показывать футбол намного более высокий, чем они показывали на этот момент. Хотя, может быть, это парадоксально звучит, когда команда после первого круга занимала высокое место, а во втором круге немного они сбавили. Но я еще раз хочу сказать, что на все эти ошибки и недочеты мы смотрим с той позиции, что когда в коллективе 20 человек выходят на игру на замену 12, 12 человек составят, здесь что-то придумать, какие-то коррективы внести очень сложно. Хотелось бы, наверное, для меня, как здесь уже 5 лет, все-таки, да, в первую очередь, наверное, проживание, очень тяжело жить в комнате, когда 6 человек, вот эти лица уже надоедают, уже после 2,5 месяца. Поэтому, наверное, для меня это пока что главный вопрос, поэтому, так как я еще семейным человеком стал, мне еще тяжелее с ними, со всеми теми лысыми находиться рядом. Ну, а так, все, честно, все, что обещали, все здорово. Очень бы хотелось, чтобы в команде не было безразличных людей. Я думаю, с приходом Олега Ивановича дисциплина намного наладилась, потому что не в обиду первому тренеру в нашем в первом круге, многим хотелось, мягко говоря, закончить футбол. Поэтому, я думаю, если все то, о чем сказал директор и главный тренер, в дальнейшем проработается, появится несколько новых ставок, я уверен, что тренер найдет таких людей, которые будут действительно не отбывать здесь номер, а играть. И вот находиться в таком коллективе приятно. Насколько могли, вот, ребята постарше в этой команде, мы в первом круге смогли на эмоциях, на желаниях, как-то друг друга поддерживали, старались честно рассказать. Потом немного выдохлись, поэтому отсюда это тоже многое покатилось, психологически такие результаты. По итогам сезона почетной грамотой райисполкома награждены игроки команды Олег Герасимчик и Александр Пузыч. Олег, давно в футболе. Олег, патриот клуба. Олег, вот ты не только играет в футбол большой, но еще, наверное, в малых, а можно сказать, да? Малых, я знаю, малых. Олег, спасибо за отношения, за то, что ты даришь вадимчанам. Машин награды. Все футболисты и тренеры получили именные сувениры. Подводя итоги встречи, Олег Таргонский отметил, что пожелания команды будут учтены, предсезонная подготовка начнется в середине января, и, главное, перед клубом в будущем сезоне будут поставлены самые серьезные задачи.